Здравствуйте, вы смотрите РБК, это специальный выпуск программы «Индекс недели. Детали» с Восточного экономического форума. В нашей студии первый заместитель министра экономического развития Илья Таросов. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Если позволите, я начну с того, что напомню вам ваше же высказывание начала этого года. Вы тогда говорили, что уровень в 70 рублей за доллар балансовый для экономики. Курс ниже не устраивает экспортеров, бюджет тоже от этого страдает. Вот нынешний курс, на ваш взгляд, полезен для тех же экспортеров и наполнения бюджета? И способен ли он сдержать восстановление импорта? Ну, смотрите, да, он полезен, он более выгоден для экспортеров. Логично, потому что себестоимость рублевая, выручка долларовая или там других валют. Естественно, это им для этого выгодно. Мы понимаем, что главная причина, почему есть давление на рубль, импорт восстанавливается больше, чем экспорт. Здесь, естественно, есть дополнительный спрос на валюту. Но мы понимаем, что у нас идет целая программа импорт-замещения, и мы уже многое, что производим в России, что раньше не производили. И, следовательно, спрос на зарубежную продукцию будет падать. Баланс, наверное, найдем. Ну, если мы говорим, что основной фактор давления на рубль – это опережающий темпы роста импорта, вы говорите, что импорт-замещение от этого панации – это же все-таки игра в долгую. То есть импорт-замещение не случится с 1 января и не упадет резко спрос на импорт. Точно нет. А меры поддержки рубля – тоже термин мы бы не хотели использовать, меры поддержки рубля. Важно сделать баланс между предложением и спросом на валюту и предоставить там больше возможности, наверное, оборота валюты Российской Федерации. То есть привлечение ее сюда. Вот как. Вы за смягчение валютного контроля выступаете? Внутри России? Внутри России. А что касается внешних операций? Ну, смотрите, мы понимаем, что в внешней операции часто нет возврата выручки Российской Федерации, потому что закупать вне контура России из-за санкций, из-за издержек на конвертацию и так далее, часть выручки остается за рубежом наших экспортеров, и тогда они ее сами закупают, в том числе импорт, уже минуя Российскую Федерацию. Это тоже дает давление на российский рубль. Каким образом? Тем, что она не поступает на российский рынок. Ну, вот с этим надо что-то делать? Это вопрос сложный и требует детального рассмотрения. Почему? Потому что есть и издержки загонять валюту сюда и потом ее выгонять. Есть санкционные ограничения, тут есть множество нюансов. Тут нельзя делать скоропостижных выводов и действий. Какие еще меры могут быть? Вот именно со стороны государства. Ну, Центральный банк уже объявил, что он выходит на рынок, продает валюту. Мы это тоже видим. Ну, да, рубль пока не очень это почувствует. Ну, как, но мы остановили его переход за трехзначные значения. Андрей Костин, глава ВТБ, в интервью РБК сказал, что хорошо бы именно для стабилизации курса ограничить, в том числе и рублевые переводы за контур России. Ну, по понятным причинам, потому что там эти рубли конвертируются в валюту. Вот такую меру, например, вы поддерживаете? Мы пока не поддерживаем ограничения по выводу рублевые. Но я знаю одно, что когда в комиссии по иностранным инвестициям принимались раньше решения по конвертации по определенному графику валюты для приобретения компаний. Да, от продажи бизнеса. То сейчас в этот же план по ограничению по рассрочке и рублевые платежи тоже. Потому что вы абсолютно правы. Они выводят это, например, на счета в Казахстане и тут же выходят на российский рынок, конвертируют это. То есть одно и то же происходит. Это касается корпоративного сектора все-таки, а для физлиц? Пока физлиц мы не обсуждаем в своих планах ограничения. Какие-то еще меры вообще по тому, чтобы сократить отток капитала? Какие еще возможны в теории? Ну смотрите, мы в Минокровом развитии больше за стимулирование действия и развитие специальных инвестиций в районах, которые у нас уже есть, большие результаты. И наши инвестиционные программы для того, чтобы больше был приток инвестиций в Российскую Федерацию. Так что мы больше за стимулирование, чтобы было выгодно именно инвестировать здесь, а не выводить за рубеж. К специальным административным районам и переезжающим компаниям мы еще вернемся. Пока вот о чем вас хочу еще спросить. С вашей точки зрения, где баланс между жесткой ДКП и высокими ставками, которые имеют свою целью сдержать инфляцию, и стимулами для экономики, для ее вот этой пресловутой структурной трансформации, для импортозамещения в том числе? Ну смотрите, для структурной трансформации и импортозамещения нужна контролируемая инфляция. То есть, если инфляция будет неконтролируемая, естественно, мы этого не достигнем. Решение по ключевой ставке было вынуждено Центральным банком. Посмотрим, что будет в следующую пятницу по поводу ее увеличения или уменьшения. Это переративы Центрального банка. Но, конечно, 12% это высоковато ставка для российской экономики, для ее развития. Давайте про эмитентов поговорим, про публичные компании. В какой перспективе вы считаете возможным полное, ну и хотя бы более полное раскрытие отчетности? Мы точно стоим за раскрытие отчетности, потому что это важно для развития российского рынка, для привлечения инвестиций. И закрытие отчетности это была вынужденная мера. Сейчас она свою роль сыграла. И теперь у нас уже постановление правительства было принято по раскрытию информации и закрытию частями уже. То есть это шаг к раскрытию информации. То есть раскрытие информации обязано быть, но возможно закрыть сведения о составе органов управления, контроль за финансово-хозяйственные деньги, эмитентов и так далее. То есть такие вещи, которые могут быть чувствительны с точки зрения санкций и так далее. Но это целенаправленный тренд на раскрытие информации в будущем. Мы по нему двигаемся. Как ты планируешь стимулировать компании к более полному раскрытию? Мне кажется, это рынок их сам стимулирует. Это стоимость привлечения, их капитализация компаний и так далее. То есть здесь от государства стимулирование пока не нужно. Зато Минэк предлагал обязать публичные компании раскрывать свою дивидендную политику. Вот какие дальше шаги в этом направлении планируется принимать? И самое главное, как эмитенты реагируют, с которыми вам удалось пообщаться? Не все счастливы, я думаю. Не все счастливы, но мы понимаем, что, возвращаясь к предыдущему вопросу, это долгосрочный тренд, к которому мы стремимся. То есть поручения правительства уже есть по этому поводу. Мы разрабатываем проект закона. Как я уже еще раз повторюсь, нужно ли повышение инвестиционной привлекательности самих компаний, прозрачности и возможности тех же физических людей, которые вкладываются в эти компании, понимать и более взвешенно принимать решения по инвестированию. — Работает ли вот эта вот видимая рука рынка? На ваш взгляд? Рынок просит очень давно. — Мы должны создать все инструменты, чтобы она работала. — Какие инструменты? — В том числе и публичные финансовые отчетности, в том числе и дивидендная политика раскрытия, в том числе и постепенный выход из ограничений просто по раскрытию отчетности, что мы сейчас и делаем. — А если говорить все-таки об обязательстве по публикованию своей дивидендной политики, коснется ли это всех отраслей и секторов, или может быть есть какие-то первоочередные, а потом второочередные? — Пока мы не будем, пока, может быть, в обсуждениях с бизнесом или с органами власти мы найдем какие-то другие решения, но пока не стоит на повестке какие-то выборочные решения про какие-то отрасли. — На Ваш взгляд, могут быть какие-то исключения из этого общего списка? — Исключения всегда могут быть, но давайте вернемся, когда мы хотя бы первый круг обсуждений пройдем это с бизнесом. — Хорошо. Тогда к редоминцеляции обещали мы с Вами поговорить. Как Вы оцениваете темпы переезда российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом, сюда? — Уже оцениваю хорошо. В этом году у нас уже переехало 115 компаний, в прошлом 8,7, и даже в прошлом это было в три раза больше, чем в предыдущем. — Стимулы понятны. — Стимулы понятны. Мы сделали около 10 изменений специальности районных ключевых. Там и личные фонды появились, и разные типы акций, и транзитные редоминцеляции. — Ну, много всего. Вы в курсе. Буквально последний пакет только приняли в эту весеннюю сессию. То есть в этом году мы что видим? Что получается, каждый месяц приезжает минимум по 10 компаний. То есть в среднем каждые три дня появляется новая компания специальных инициативных районов. У нас был для себя, мы ставили план 250 компаний на конец года, уже 253. 252 компании и один фонд. И мы думаем, что на уровень 270 компаний к концу года мы выйдем. То есть у нас 15-20 заявок уже сейчас есть. Плюс вот этот стимул по инкорпорации, те, кто не могут переехать по разным иностранным законам. Мы дали возможность фактически создавать в САРах компанию, а не только переезжать. Это тоже большой стимул. Мы надеемся, что в ближайшее время мы уже увидим первые компании уже через инкорпорацию. — Пока никто не воспользовался таким граммом? — Пока нет. Ну, мы только его приняли буквально месяц назад. — А кто проявляет интерес? Опять же, какие отрасли в основном? — Да здесь нет. Отрасли все. И финансовые, и производственные, и IT. И крупные наши, вы знаете, проекты. Вот мы для них и делали. Понятно, все говорят, я могу сказать, там, Яндекс, там, финансовые. Вопрос. Но вопрос здесь даже не в том, какая отрасль, а где она была зарегистрирована ранее. Если это Нидерланды, UK, то вот они очень, им придется воспользоваться этим механизмом, потому что те просто не отпускают. — То есть с недружественными странами вот этот механизм инкорпорации, он тоже будет работать? — Да. Но вопрос даже не то, что недружественные страны. В недружественных странах бывает личный закон, который запрещает переезд. Вот в Нидерландах он такой. Вот, к сожалению, вот ради таких случаев мы это делаем. Запрос бизнеса был, и мы пошли ему навстречу. — Об X5 мы говорим, в том числе, например. — Об X5. — Есть еще одно пожелание у нас от властей. Выводить на IPO российские юрлицы, которые были созданы на базе ушедшего из страны иностранного бизнеса и вот этих компаний, которые были куплены новыми российскими собственниками. Механизм самопонятен вообще? — Да, механизм непонятен. Члены комиссии приняли решение, что 20% от акций данных компаний будем стимулировать, чтобы они выходили на рынок. В течение года они должны будут провести все процедуры, чтобы начать вообще сам процесс подготовки к IPO и закончить они должны будут его в течение трех лет. — За год. Новое юрлицу? — В течение трех лет закончить выход на IPO именно этих 20%. А в течение года они должны запустить процесс просто подготовки к IPO. То есть им дается год на раскачку. За год они могут ничего не делать, но уже должны подготовить план, как они и начать эту процедуру, там, социальную банку и так далее, подготовка к IPO. И в течение двух лет после они должны будут выйти на IPO. То есть и того им дают три года. — Это коснется всех компаний? Там есть ограничения? — Ну, конечно, это коснется тех компаний, которые, например, раньше обращались на биржи, в которых есть. То есть именно все-таки публичных компаний. Есть компании маленькие, до этого нет. — Ага, только те, кто ранее были публичные? — Кто ранее или кто трансформируется там в публичную компанию. — То есть, условно, вкусные точки не обязаны будут проводить IPO? — Вкусные точки. Как минимум, закон обратной силы не имеет. — Вы сказали, что планируется их мотивировать к выходу. Это вот какие будут методы? Помощь там, не знаю, в комплайнсе, вот этой подготовке к IPO? — Ну, прежде всего, да, у нас комиссия, то есть сходится в центральную банку, мы это обсуждаем, чтобы это было максимально комфортно для них. И второй момент — это будут одни из условий решения комиссии. То есть мотивация будет такая. — Вы прогнозируете интерес частных инвесторов к таким компаниям, к таким размещениям? — На мой взгляд, сейчас интерес на IPO выше, чем самопредложение компании, которая выходит на IPO. Рыноку сейчас нужно куда-то вкладываться, и мне кажется, это будет интересный кейс. — У институциональных инвесторов, у государственных каких-то корпораций будет некое преимущественное право на эти 20% фракции? — Нет, пока не планирую. — Хорошо, тогда давайте уж, если мы к рынку опять вернулись и к инвестициям, вы сейчас какие видите механизмы для привлечения вот этих наших заветных длинных денег на рынок, длинных частных денег, прежде всего? — Ну, набор мы все тот же, который мы активно развиваем, продвигаем. Это когда мы в проекте длинные даем ФНБ, фонду национального благосостояния, как якорные дешевые длинные деньги там 20-25 лет уже выдаем. Плюс это фабрика проектного финансирования, где мы на себя берем хедж по росту ключевой ставки. Он сработал, естественно, когда была ключевая ставка, там ЦБ повышена. Сейчас при 12-м там тоже работают. В среднем от 7-й процентной ставки до 12-й мы консорциуму банков, которые финансируют такие проекты, возвращаем вот эту разницу через веб. То есть, с одной стороны, мы даем якорные, скажем так, ниже рынка деньги в ФНБ, в проект, как база, чтобы на это собирать там и ГЧП проекты, и синдикаты. С другой стороны, мы на себя берем вот этот как-то риск ключевой ставки через механизм хеджирования. Вот эти два инструмента, они основные для того, чтобы бизнес пошел в такие длинные проекты. Ну, вы сейчас про госинвестиции и госфинансирование. А если мы говорим про частных инвесторов? Нет, я имею в виду как раз частные, потому что это в основном, как мы сейчас смотрим, там 30 процентов, 20 процентов. Это как раз таких проектов в среднем, а остальные 70 – это частные. Вот то же самое ГЧП концессии, которое тоже в моем ведении у нас получается 4,2 триллиона уже подписанных соглашений. В прошлом году был рекорд 825 миллиардов за год, более 4 тысяч соглашений. И там в среднем на 20-30 процентов государственных денег через капгранты, через другие механизмы, 70 – это частные. И там вот через механизм МГД, понимаем, да, гарантированного дохода, мы тоже берем на себя не только валютные, не только риски, связанные с ростом ключевой ставки, но просто гарантируем, что мы будем поддерживать этот проект в долгосрочной перспективе. При инвестировании средств ФНБ вообще какие направления сейчас в приоритете? Ну, прежде всего, это проект направлен на удовлетворение внутреннего спроса, в частности, транспорт, например. И импортозамещение тоже. И импортозамещение, и выкуп воздушных судов у иностранных лендеров, лизинговых компаний. У нас сейчас эти сделки идут активно, и до конца года мы предоставим тоже финансировать ФНБ на эти цели. Авиакомпания мы, и там на создание предприятий и продукт с высокой добавленной стоимостью. Хорошо. Прогнозируемый объем вложений из ФНБ на финансирование проектов в этом году составлял 1,6 триллиона рублей, но за первые полугодия на эти цели всего 300 миллиардов было инвестировано. Почему так медленно, и успеете ли до конца года выбрать вот этот лимит? Этот лимит до конца года не выберем. К сожалению, у нас один из ключевых проектов, это услуга, стоял в планах на выдачу в этом году, он смещается на следующий год. Это в связи с переструктурированием проекта, замена иностранного оборудования, из недружественной стран на дружественные, на отечественные. Просто произошло переструктурирование проекта, которое привело к смещению где-то на полгода, год финансирования права. Из-за этого все, что мы планировали в услугу в этом году, скорее всего, мы ни одного рубля не успеем потратить, а коллеги придут за выбор в следующем году. Это вот главный фактор, который, там была приличная сумма, там до 900 миллионов у нас были планы, а на этот год там 450 где-то миллиардов было на услугу, он переезжает на следующий год. Зато появляются проекты, связанные с железным транспортом, с авиацией и другие проекты. И мы думаем, что там 0,5 триллиона у нас точно будет, еще 0,25, там 250 миллиардов тоже. То есть где-то в районе 700-750 миллиардов мы до конца выйдем, ну может быть 900 миллиардов. Вот такой у нас план на ближайшие три месяца. На следующий год есть уже план? Да, конечно, на следующий план есть, и опять с переездом этой услуги он получается больше, чем мы планировали. Насколько? Ну это где-то больше триллиона точно будет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Илья. Илья Торосов, первый замминистра экономического развития, специально для индекса недели деталей с Восточного экономического форума.